И в праздничном небе я вижу салют, и больше меня никогда не убьют. А ты, если встретишь, скажи моей, что любит ее Андрей. Это стихотворение Дмитрий Мельников посвятил подвигу гвардии лейтенанта Андрея Рябцева, который погиб на СВО. Мужчина был командиром штурмового отряда. Сослуживцы вспоминают, всегда невероятно красив и подтянут. Военная форма была ему особенно к лицу, а голубые глаза всегда были наполнены любовью к жизни и волей к победе. Однако судьба распорядилась иначе. Осенью прошлого года он героически погиб на Донбассе. Его история тронула до глубины души поэта Дмитрия Мельникова. Рассказывает, человеческую жизнь не вернуть, однако память можно сохранить с помощью творчества. Я буквально там вышел в поле, буквально с места слова, я живу в деревне. Вот, походил там взад-вперед кругами. Где-то через час у меня уже было готово это стихотворение. Там написалось на живую нитку, то есть не было практически никаких исправлений. Произведение быстро разошлось по интернету. У пользователей вызвало живой интерес. А еще очень помогло родителям Андрея Рябцева справиться с горем. И он действительно очень как-то вот отозвался. Вот, он такой очень, он какой-то правильный, поэтический. И он не про горе, а он про надежду. Он про вот этот образ, а если вот такой надежды нет, ты как бы и не знаешь, как все это пережить. Организаторы говорят, цель таких патриотических встреч – воспитывать решимость и готовность встать на защиту Родины. Это прямое взаимодействие тыла и фронта. То есть мы пока приходят и военнослужащие, и ветераны. Они как бы ощущают поддержку тыловую. Вот это вот, что мы здесь как бы народ и армия едины. Это очень важно, я считаю. И вот именно для этого мы вот уже сколько у нас больше года этот фестиваль проходит. Военная лирика – жанр особый. Ведь песни и стихи способны творить на фронте настоящие чудеса. Вселяют уверенность, спасают и поддерживают боевой дух солдат. Меня порадовало то, что здесь очень много молодежи. Я так считаю, что это очень полезно, потому что будет как-то воспитываться у детей и развиваться у молодежи. Патриотизм, чувство солидарности с нашим президентом, с нашей армией, поддержка. Встреча с поэтом прошла в рамках второго сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к победе». Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.